Тренер Алексей Урманов поделился мнением о возможном повышении возрастного акценса в женском катании. Наверное, это логично, поскольку нельзя говорить о конкуренции 15-летних девочек с 25-летними или же 30-летними фигуристками. Это изменения, будь они приняты, должны обсуждаться на конгрессе АИСУ, Международной Федерации Конкобежного Спорта. Понятно, что подобные революционные изменения, если они произойдут, должны приниматься накануне Олимпиады, а раньше, допустим, в начале Олимпийского цикла. Но думаю, что такие изменения не произойдут. Хотя, повторюсь, я был бы их сторонником. Прыжки во второй части программ сейчас исполняют не только медведи и загитвы. Это фирменный знак практически всех учеников группы Тотберицы. Что мешает остальным воспользоваться этой формулой побед? Наверное, другие не готовы выступать точно так же. Кто-то не готов физически, кто-то психологически не способен построить свои программы таким же образом, чтобы безошибочно исполнять все прыжковые элементы во второй части. Я вижу композицию в произвольной программе более сбалансированной, когда это не происходит образно, говоря по схеме. Вначале делаем три вращения, а потом семь прыжковых элементов. Мне такое не представляется полностью сбалансированной историей. И из-за этого подобные программы не выглядят в моем понимании артистически, творчески и хореографически грамотными. Я все-таки за исполнение программы, когда в ней идет прыжковый элемент, вращение, дорожка, шагов и так далее. И стараюсь выстраивать программы под определенную идею, под мысль, под определенную хореографическую, артистическую задумку, чтобы было понятно, о чем я хотел рассказал, отметил Урман. Урман.